здрасте андрей андреич обнадеживающие слова деятельной наполненной жизни после 70 йога после 70 женщинам необходимо заниматься йогой я в этом уверен на сто процентов даже не заморачивайтесь йога дыхание индра йога там колонетика там ну раджа йога ши там так какая угодно йог слава богу хватает найдите курсы по йоге начните ходить только йога без маразма там знаете бесконечных молитв там разборок и там намешанных расстановок и прочее пусть йога будет самое обычное хатха вот самая обычная айранга йога хатха йога ашваган как она там называется йога ашваганда это вообще препарат из аюрведы да аюрведа йога можно ли жизнь сделать наполненной конечно человек душою не стареет ваше сознание всегда молодое очень часто человек разочаровывается жизнь она так устроена мы очень часто выбираем не тот корабль садимся в корабль где ничего не происходит и мы думаем что это хорошо и знаете многим мужчинам отказываем или вообще не заморачиваемся или вообще ничего не хотим или вообще только с работы домой или вообще им или вообще много претензий к жизни хочу это хочу это ничего не происходит почему просто для того чтобы происходило нужно что-то делать и так человек проживает там а потом вдруг смотря телевизор смотрит что люди могут жить у людей есть жизнь а что такое жизнь давайте я еще раз вас научу давайте еще раз я вам это расскажу чтобы вы просто знали когда-то я был маленьким и я мечтал иметь кожаную куртку а потом когда я купил эту кожаную куртку я мечтал долго я мечтаю об этой куртке жил а потом я эту куртку купил и мечты закончились и через три дня и и перестал носить потом я хотел себе дорогую машину потом я себе хотел там еще что-то потом еще что-то и потом я столкнулся с тем что когда я желал чего-либо и добивался этого это и было мое счастье а потом когда я получал как будто счастье исчезала так вот наша жизнь она связана с тем чтобы желать и стремиться к тому чтобы это произошло если вы желаете стремитесь к этому ура не торопитесь это получать это и есть жизнь и жизнь она связана и с тем чтобы получать и чтобы реализовывать и чтобы снова хотите влюбляться и встречаться и думать и покупать и куда-то ездить и на что-то смотреть его и вдохновляться и возбуждаться а потом когда люди вырастают они начинают смотреть на кого-то и начинают понимать что а как же они такие умные красивые такие образованные из хороших семей остались одни никому не нужны там молодые женщины молодые мужчины уже с ними не хотят ни жить не даже в их сторону смотреть и заскоки происходят какие ну и начинается потом на меня кто-то влияет родственники или еще никто не влияет влияет возраст влияет возраст влияет ожирение влияет возраст влияет невозможно то плохие зубы плохой запах изо рта это все влияет это все плохо влияет на жизнь почему ну так надо сети было в том возрасте когда нужно было на молодых надо было на молодых а в своем на своих там и там нужно иметь желание это гораздо важнее чем достигать желания но желание нужно стремление к нему и вот эта работа над тем чтобы это желание проявилась а это очень важно люди думают что им прямо должны все принести а как же работа вот как я я раньше думал что я добьюсь того что и не буду работать и я буду счастливым я думаю что когда у меня появится огромное количество пассивного дохода я буду счастливым я думаю что там дети у меня родятся я буду счастливым буду просто лежать переходить с одного места в другое ничего не буду делать дудки этого не произошло потому что когда так настроил свою жизнь что будучи головой пчелы они хвостом слона я я столкнулся с тем что в моей жизни все остановилась появились депрессии появилась усталость я ни к чему не стремился уже ничего не нужно все понятно все есть везде доход есть чуть чуть страхи и тогда потом я сказал себе нужно как черепаха тортила никогда не знай покоя плач и смесь и не в попад только я еще молодое хочу жить и влюбляться и расставаться и машины покупать и новым и к новым стремиться и дома покупать и новые бизнесы делать и это открывать и не получилось закрывать и переживать и стремиться к тому чтобы еще что-то делать и моя жена говорит почему тебе все время чего-то хочется так это и есть жизнь хочется потому что эта жизнь хочется хочется поменять хочется сделать ремонт хочется все хочется хочется расшириться хочется не расшириться хочется поездить хочется всего почему эта жизнь надо хотеть надо хотеть и стремиться по бешеному стремиться у тебя сажусь начинаю работать если надо звонить всех обзваниваю если нужно читать читаю если нужно работать с кем-то представлять что-то представляю проводить семинары провожу я дисциплинирован я утром стою как настоящий солдат у меня столько желания как настоящий солдат делаю для себя самое неприятное что утром я купаюсь в холодной воде после этого я приседаю отжимаю сделаю физические упражнения после этого еще полтора часа читаю мантры для учеников школы для себя делаю это и когда мне не хочется то я понимаю что это и есть ступень на которую я всхожу в очередной раз это и есть та ступень на которой я всхожу очень хорошо бухать очень хорошо потому что ты выпиваешь тебе хорошо и так далее и это хорошо почему потому что можно потом бросить и сказать не хочу не буду никогда и это будет твой подвиг это будет твоя ступень хорошо начать курить и бросить и никогда не принимать больше табак или там почему Потому что это ступень, потому что уметь перейти на ступень, подняться над тем, что делает людей людьми, это и есть особенность каждого человека. Я всегда говорю, страшно сделай, боишься, прими решения. Обязательно. Почему? Это такая особенность. Это жизнь с позиции человека, который стремится. Это важно, это хорошая работа первой чакры, третьей чакры, пятой чакры, седьмой чакры. Да, вот так это все работает.